всем привет сегодня хочу рассказать о глюках с электроникой в автомобиле mitsubishi colt возможно это видео поможет кому-то не паниковать не пугаться не не тащить скорее машину в дорогостоящий ремонт возможно все исправить самому не дорого и просто так моя история с чего все началось первое однажды у меня на панели приборов загорелся значок чек проверьте двигатель я сделал диагностику сам ничего сложного нет на моем канале есть видео как это можно сделать очень просто вот сделал диагностику считал код ошибки ошибка 1108 ошибку сбросил она больше не появлялась каких-то изменений помедение машины я не заметил все было в порядке но спустя какое-то время бортовой компьютер машины это дисплей который находится здесь посередине стал непонятно себя вести ну как и магнитола в общем этот экранчик он выводит информацию о температуре за бортом времени можно посмотреть моментальный расход средней среднюю скорость машины ну вот та нижняя часть экрана выводит информацию с магнитолы со штатной вот эта нижняя полоска время от времени перестала показываться магнитола тоже странно себя стала вести можно было включить выключить прибавить громкость но станция она не переключала например да или не меняла дорожки у дисков ну и время от времени снова опять все работало потом опять повторялись глюки ну в общем на это дело я тоже забил я не особо меломан продолжал ездить но потом случилось так что я всерьез испугался и запаниковал во время движения у меня началось такое светопредставление загорелись лампочки все до стали ну как моргать загораться гаснуть абс ручника там стрелки приборов падали вниз опять поднимались прыгали в общем все это на ходу стал разбираться искать причина почитала в интернете оказывается проблема довольно распространенная и причина всех этих глюков она прячется именно внутри бортового компьютера то есть вот здесь чтобы в этом убедиться я решил бортовой компьютер просто отключить то есть я к нему подобрался вытащил его отключил от него разъем и оставил так то есть какое-то время я ездил просто с отключенным компьютером и все магнитола у меня стал работать нормально не глючить на панели приборов новогодней гирлянды из лампочек больше не было ну и лампочка чек больше не загралась то есть все было в порядке вот то есть я понял что действительно косяк причина поломки прячется вот там в бортовом компе что с этим делать способа два первое это ясно покупать но стоит он не дешево а второй отремонтировать вот этот как это сделать сначала нужно достать вот эту крышку многие сначала снимают магнитолу чтобы я вытащить здесь нужно вставить для каких-нибудь тонких железки потом только и отщелкнуть этого делать не стал а сразу вот так дефлектора повернул и крышку наверх и на себя потащил она у меня из защелок вышла затем затем нужно отключить вот этот разъем на кнопку включения аварийки вот я его отсоединил и вот эту крышку можно снять здесь два винта под звездочку отключаем и снимаем вот эту пластиковую накладку под ней еще два таких же винта под эту же звездочку компьютер можно достать там сзади разъем и вот соединяем вот разъем отключен вот бортовой компьютер чтобы разобрать нужно снять вот эту крышку крепится на 6 защелках здесь и здесь какой-нибудь отверткой нажать соединяем крышку снял здесь чтобы добраться до микросхем два винта тоже нужно открутить так винтики откручены вот это все можно из корпуса достать здесь видно две микросхемы на них процессор вот первый а вот здесь второй не знаю видимо такой заводской брак что у такого количества людей случалась одинаковая поломка но вот так вот я мастеру и объяснил как как и сказали на форуме что мне нужно пропаять ножки вот у процессора у этого и у второго единственное что в первых двух пунктах ремонта мобильников мне отказали то есть за работу они отказались браться а в третьем мастер как-то быстро легко согласился и принялся за дело две микросхемы он друг от друга отсоединил чтобы вот это было паять легче вот и все сделал за работу я заплатил ему 2000 рублей хотя на форуме читал что в больших городах как-то подешевле там 1000 рублей меньше да ладно я и так неплохо сэкономил кстати вот здесь видны лампочки подсветки вот первая вторая так вот можно повернуть достать лампы подсветки экранчика еще читал что некоторые их меняют на диодные типа что меньше греется вот но я оставил штатные пока все нормально вот ножки процессов пропаяны можно все ставить обратно в обратном порядке с момента пропайки ножек процесса прошло уже где-то полгода у меня и с тех пор никаких глюков на приборке с лампочками со стрелками у меня не было магнитола тоже работает исправно и все отображается без всяких глюков вот так очень распространенная неисправность в митсубиси кольт наверняка вы уже с этим сталкивались а если нет то возможно мое видео вам в этом пригодится все пока все пока